Забыл форму, не взяла кроссовки, болит живот. Типичные отговорки учеников, чтобы не идти на уроки физкультуры. На занятиях у Михаила Афанасьева, который работает в Центре образования номер 11 города Черкеска, таких отговоров практически не бывает. На его уроки ребята идут с радостью. Мне что-то нравится. Например, я научился играть в волейбол, баскетбол. В футбол тоже хорошо играю благодаря нему. Он хорошо преподает урок физры. Мне все нравится. В школу Михаил Афанасьев пришел три года назад. До этого он даже не предполагал, что будет работать педагогом. У него были другие планы на жизнь. Сам с первого класса в спорте. Сначала бокс, потом смешание лениноборства. Направленность моя основная, где я добился каких-то успехов, это тяжелая атлетика. В детстве я вообще мечтал быть военным, стать военным. Мне эта направленность нравилась. Рассматривалось закончить 11 классов и пойти на военную службу, но потом резко все поменялось. Я узнал об таком институте, как Кубанский государственный институт, и решил попробовать себя именно в узкой направленности по спорту. Михаил окончил колледж при Кубанском госуниверситете физкультуры, спорта и туризма. Получил диплом тренера-преподавателя и оказался в школе. У меня бабушка, прабабушка, прадедушка, все педагоги. Кто-то учитель литературы, кто-то русского, истории, общества. И поэтому, может быть, с поколения в поколение так сложилось то, что именно профессия педагога именно мне по душе. Лишине Михаила стать преподавателем физкультуры руководство школы очень обрадовало. Мужчин в образовательных учреждениях катастрофически не хватает. Тем более таких молодых и креативных, говорят коллеги. Если мы посмотрим на великих педагогов, новаторов, то мы кого вспоминаем всегда? Это Ушинские, это Макаренко, это, в первую очередь, мужчины, которые пришли в систему образования. Не умоляя достоинств женщин, мама, жена, подруга, это тепло, нежность, которые всегда олицетворяют женщины. Но мужчина – это уверенность, это твердость, это мужество. Поэтому, когда в школу приходят именно мужчины-педагоги, вы не представляете, я, как администратор, всегда только рада не просто приходу мужчине, а профессионалу мужчине. Молодые кадры – это всегда очень ценно, тем более в школе, когда вливается новая свежая кровь, с новыми идеями, а тем более мужчины. Мы с вами знаем, что это не секрет, что в школах с мужчинами очень тяжело. Практически мужчины в школах не работают, одни женщины. И когда приходят преподаватели-мужчины, то это более дисциплинирует не только детей, но и педагогов. С приходом в школу у Михаила Афанасьева началась совсем другая жизнь, не похожая на прежнюю, насыщенная и очень интересная. Физическая подготовка у всех детей разная. Кто-то любит спорт, а у кого-то проблемы со здоровьем. Задача учителя – построить урок так, чтобы все дети могли заниматься, и при этом им всем было интересно. Я занимаюсь смешанными единоборствами, и урок физкультуры для меня очень важен, ведь я тут получаю дополнительную вносливость. Мы тут не только бегаем, качаемся и разминаемся, а еще мы тут играем в футбол, баскетбол, волейбол и много разных игр. Я уже два года занимаюсь чекбоксингом, и уроки физкультуры очень важны. Я развиваюсь не только на тренировках, но и на физкультуре тоже. Мне очень нравятся уроки физкультуры. Они интересные и полезные. Работать в современной школе сегодня непросто. Изменились дети, изменились родители. Сегодня ученику можно все. У нас демократия и свобода. Школьники очень хорошо знают свои права, но не хотят выполнять свои обязанности, жалуются учителя. Но при этом, как во все времена, дети дерутся и мирятся. Они такие же добрые и сострадательные, говорит наш герой. Я ожидал намного все, что весь этот процесс будет проходить намного сложнее. Как оказывается сейчас, работа в школе доставляет мне только удовольствие. И я не чувствую себя усталым. Это вполне даже работа, которая приносит только удовольствие, радость. Радость от общения с детьми. Представления были такие, что работа в школе – это что-то нудное, скучное и невыносимое. Оказалось, что все наоборот. Я не сталкивался с детьми, которые качают свои права, но не знают своих обязанностей. Все дети понимающие, все дети выполняют то, что им нужно, то, что им задавали, что от них требуется в школе. Да, есть, конечно, дети, которые тяжело воспринимают информацию, но в нашей школе таких редко можно встретить. То есть детьми бы доволен? Очень доволен. Строгий взгляд, громкий голос и требовательность – таким мы обычно представляем себе учителя физкультуры. Михаил Афанасьев эти стереотипы разрушает. Да, он, конечно, и строгий, и требовательный. Но ведь он современный учитель. Подход к детям – другой. Современные дети, наверное, здесь играет роль то, что я не такой еще и старый, взрослый, и мы находим с ним общий язык, и у нас всегда есть взаимопонимание. Он очень интересный, очень смешной, очень позитивный педагог. Он очень понимающий, всегда поможет, всегда что-то объяснит, что непонятно будет детям. То есть детям удобно с ним заниматься, что младшим классом, что старшим классом, очень комфортно с ним. Никогда урок физкультуры вместе с ним не проходит у нас грустно, печально, то есть всегда на позитиве. А есть такие, которые хотят прогулять уроки, Михаил Андреевич? Нет. Судя по тому, как он общается со своими учениками, я понимаю, что они находят общий язык, потому что невозможно быть все время добрым, невозможно быть всегда ласковым, мягким или все время быть даже строгим. То есть эти черты характера должны чередоваться, и я думаю, что у него баланс во всем. Михаил Андреевич пришел в школу совсем молодым человеком. Саша его небольшой, но за это время он уже себя проявил как, во-первых, креативный педагог, педагог, который неравнодушен к детям, который с ними в хорошем смысле на одной волне. Потому что он молод, потому что он еще видит мир совершенно другими глазами, очень часто глазами детей. Это сближает молодого педагога со своими наставниками, вот он наставник, со своими подчиненными, даже неправильное слово сказала, а с любимыми ребятишками. Как спортсмен Михаил Афанасьев ставит цели, как педагог максимально их достигает. Да, современному учителю, чтобы найти с учениками общий язык, нужно так или иначе быть с ними на одной волне, отслеживать тренды. Итак, дорогие ученики, сейчас мы проведем конкурс, который называется «Мой любимый ученик». Ученик, каждый из вас увидит в этой коробке фотографию моего любимого ученика, поэтому сейчас по очереди подходим и открываем коробку. Михаилу Афанасьеву всего 24 года. Со своими учениками он может обсудить и финал футбольной лиги чемпионов, и компьютерную игру, или популярный фильм, и клип для тиктока снять. И все-таки главная задача другая. Хочу научить именно детей быть сильными, быть с внутренней силой воли, чтобы мальчики были физически развитыми, могли за себя постоять, могли перенести тягость будущей жизни, также закончить и прослужить в армии девочки, чтобы были просто стройными, красивыми и потянутыми. А для этого не надо что? Ходить на физкультуру обязательно. Своим воспитанник Михаил Афанасьев прививает не только уважение к физической культуре и здоровому образу жизни. Молодой учитель учит их главному – родину любить. Кандидат мастера спорта, прошедший армейскую закалку в разведке ВДВ, сегодня является заместителем директора по безопасности, преподает основы безопасности и защиты Родины, участвует в различных конкурсах и соревнованиях. Это очень старательный молодой человек, активный, с множеством идей каких-то возникающих. Он помимо того, что ведет различные спортивные секции, он очень активно участвует в различных мероприятиях именно школьного, городского и республиканского масштаба. Он является активистом по работе с детьми в Движении Первом и в Юнармии. То есть вот эти все направления, и туризмом с детьми занимается, вот эти все направления, которые востребованы среди молодежи, это все сейчас на нем. А еще Михаил Андреевич Афанасьев является классным руководителем. Это огромная ответственность перед детьми, родителями и обществом. Не каждый справится. Базовые принципы Михаила Афанасьева – сначала стань другом и примером, а потом учи. Шестиклассники в своем наставнике души не чают. Михаил Андреевичу очень нравится, потому что он очень хороший учитель физкультуры, справедливый. Иногда, ну, всегда прочти, он может наладить дисциплину. Михаил Андреевич хороший учитель. Когда я его увидела в первый раз, у меня сразу пошло впечатление, то, что он мне понравится. Он мне всегда помогает, поддерживает, понимает меня. Он добрый, понимающий, в нужных ситуациях поддержит. В прошлом году мы занимались туризмом, а недавно посетили Росгвардию. У молодого учителя много забот. Уроки, конкурсы, соревнования. Разговоры о важном – тоже на нем. К ним молодой педагог готовится особенно тщательно. Профессия учителя очень сильно важна в плане подрастающего поколения. С помощью профессии учителя вы можете формировать свои интересы, свои навыки. Вы можете определить свою профессию. И именно учитель формирует вас как личность, как взрослого человека. И благодаря ему, своему наставнику, своему учителю, вы достигаете каких-то успехов. И главный успех самого учителя – это успех его учеников. На таких уроках дети учатся самостоятельно мыслить, рассуждать, отстаивать свое мнение. Делать этого они не боятся. Их наставник для них – верный друг и помощник. Кем бы хотел стать учитель? На ваш взгляд, ребята, не так вот, как на самом деле. А вот вы смотрите на Николая Андреевича. Кем бы я хотел стать? Кем бы он хотел стать? Как вы думаете? Ну, так же физруком. Учитель, почему? Потому что вы физически подготовлены. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Почему тогда именно эту профессию я выбрал? Потому что, наверное, вы с детства хотели. Возможно, да. А что сейчас самое ценное в профессии учителя? Разговор. Ну, что взаимосвязь есть с учеником и учителем. Я думаю, что учитель бы хотел стать актером. Актером? Хорошо. А почему именно эту профессию вы проучили? Ну, потому что, может, когда он попробовал стать актером, то ему не понравилось. Возможно, так. Не понравилось. Что это самое ценное в профессии учителя? Грамота, образование, речь. На наш взгляд, Михаил Андреевич бы в детстве хотел стать спортсменом или работать в спортзале, потому что он, ну, как сказал Сева, он в хорошей форме. Вот. А второй вопрос какой был? Второй вопрос. Почему именно эту профессию выбрал учитель? Душа его так захотела. И третий вопрос. Что сейчас самое ценное в профессии учителя? Знание. Ну, если не будет знаний, тогда учитель не сможет дать знания ученику. Три года назад перед Михаилом Афанасьевым стоял выбор – стать тренером или школьным учителем. Сегодня он уверен – тогда он принял правильное решение. Весь класс – это вы мои любимые ученики. Я вас очень сильно люблю, и за это вам огромное спасибо, за то, что вы есть у меня, я есть у вас, и надеюсь, у нас будет складываться всегда взаимопонимание и хорошее отношение. Всем спасибо за урок. Похлопали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...